Каркасный дом шатается, полы ходят ходуном. Потерял миллионы рублей и в итоге разработал собственную систему контроля качества. Ни один опытный строитель в здравом уме никогда не назовет доску бруском. Привет! Я уже много лет занимаюсь каркасным строительством и за это время наслушался от своих заказчиков много разных возражений и мифов, связанных с каркасными домами. Я решил собрать их все вместе и на их основе сделать топ-10 мифов о каркасном строительстве и, наконец, ответить на них всех разом. Миф номер один. Каркасный дом холодный и не выдерживает сильных морозов. Это довольно частый вопрос и, как по мне, так очень странный. Дело в том, что каркасная технология и получила свое массовое распространение в США, Канаде, Финляндии и других странах именно из-за своей энергоэффективности. То есть люди там задумались над тем, как им тратить меньше денег на отопление или, наоборот, охлаждение своих жилищ, чтобы дом как можно дольше не выпускал тепло и разумным ответом стали каркасные дома. Например, 200 миллиметров минеральной ваты, используемой для утепления стены каркасного дома, по своей теплопроводности равны, только вдумайтесь, 3,5 метрам бетона, кирпича 1,5 метра. А чтобы стена из газобетона, пожалуй, самого распространенного строительного материала, могла удерживать тепло так же, как и 20 сантиметров минеральной ваты, ее толщина должна быть целых 80 сантиметров, ну а стена из дерева должна быть 55 сантиметров. Вот такая разница. Именно поэтому мои заказчики пишут мне такие сообщения, о которых я уже говорил в других своих роликах. Лучшим аргументом для них являются счета за отопление, которые они оплачивают в конце месяца. Миф номер 2. Все компании строят одинаково. Разница лишь в используемых материалах, толщине доски, наличии вензазора и так далее. Это мое любимое. Люди уверенно говорят мне, что различные технологии – это всего лишь маркетинговый ход. Главное, чтобы был вензазор на фасаде. Ну или доска толщиной 50 миллиметров. Поэтому одного взгляда на комплектацию им достаточно, чтобы понять, кто строит по технологии, а кто нет. Для таких людей я лишь назову такой документ, как свод правил SP3105-2002, регламентирующий технологию строительства каркасных домов на территории России, а также американские и канадские коды. А в этих странах практика строительства каркасных домов была выстрадана столетиями. Как минимум, эти документы доступно и в картинках объяснят, что такое каркасная технология на самом деле. Как правильно должны выполняться усиления каркаса, проемы, перекрытия. В общем, там есть все и даже больше. К сожалению, до сих пор мало какие компании или тем более бригады знают о существовании этих документов, а поэтому строят как придется. Но, как показал опыт, даже если я, как собственник, хорошо разбираюсь в этих технологиях, одного знания и объяснения ее бригаде недостаточно. Важно потом осуществлять регулярный ежедневный контроль за ходом строительства. За годы работы я набил сотни ошибок, потерял миллионы рублей и в итоге разработал собственную систему контроля качества, которая, пока по имеющимся у меня данным, является уникальной в нашем ценовом диапазоне. Я сейчас, конечно, не беру дома, которые стоят по 10 миллионов. Там все по-другому. Я уже рассказывал об этой системе в отдельном ролике, поэтому не будем заострять сейчас на ней внимание. Вы можете самостоятельно посмотреть этот ролик. Я оставлю ссылку в описании под видео. Тем не менее, я поделюсь одним забавным наблюдением, которое все-таки поможет вам с первого взгляда определить профессионализм строителей. Если вы читаете смету или коммерческое предложение и видите, что доску там называют брусом или еще хуже бруском, можете смело разворачиваться и уходить. Любой строитель прекрасно знает, чем доска отличается от бруска. Например, брусок – это пиломатериал толщиной не более 10 сантиметров и шириной не более двойной толщины. То есть, брусок – это такая, ну, типа рейка 50 на 50 миллиметров или 20 на 40 миллиметров. Она тонкая и хрупкая. Ни один опытный строитель в здравом уме никогда не назовет доску бруском или, наоборот, брусом. А вот кто назовет, так это люди, которые к строительству имеют весьма посредственное отношение и которым кажется, что слово «брусок» придаст их словам больше солидности. Вот такой вот лайфхак. Пользуйтесь. Миф номер три. Каркасный дом дешевый. Да, чаще всего люди обращаются к каркасной технологии из желания сэкономить. Желание вполне оправданное, но все должно иметь границы. Например, невозможно построить качественный каркасный дом площадью 100 квадратных метров за 700 тысяч рублей. Многие люди этого не понимают и в результате находят свои компании, которые обещают им эту сказку. И впоследствии плачутся в интернетах о том, какая эта технология плохая или какие плохие строители. А все дело в том, что цена за разумный дом по каркасной технологии начинается в районе 15 тысяч рублей за квадратный метр. И может доходить до 30 тысяч и более, в зависимости от дороговизны используемых материалов и сборки. Помните об этом. Как сказал один из моих заказчиков, если он смотрит это видео, ему будет приятно услышать свою фразу, но я ее крепко запомнил, поскольку она очень точно передает суть стройки. Итак, Краилова ведет к Попадалову. Помните об этом, не верьте сказкам про роскошные дачные дворцы за 300 тысяч рублей. Миф номер 4. Каркасный дом недолговечен. На самом деле в мире встречаются каркасные дома, которым уже 100 или даже 200 лет. Дело в том, что каркасный дом сделан из обычного дерева. Если дом был построен с соблюдением всех технологий, а я сейчас говорю и про качество сборки, и про качество утепления, и про вентиляционные зазоры, и все остальные нюансы, дом простоит не один десяток лет. Единственное, производитель утеплителя указывает эффективный срок эксплуатации этого утеплителя в 50 лет. После этого срока, скорее всего, придется заменить утеплитель на новый. На первый взгляд кажется, что это небольшой срок, ведь все строят себе дом минимум на тысячу лет. Но на самом деле этого с лихой хватит и вам, и вашим детям, и даже внукам. Вспомните себя. Дом, доставшийся от бабушек и дедушек, которому уже больше 50 лет, либо неминуемо подвергается реконструкции, либо продается, либо сносится, а на его месте строится новый дом. Это касается не только деревянных, но и каменных домов. Так что реальность такова, что через 100 лет ваш дом вряд ли кому-то будет нужен. Миф номер пять. Можно построить каркас из доски естественной влажности и дать ему высохнуть. Технология предполагает строительство дома из доски камерной сушки. Такая доска значительно дороже доски естественной влажности. Поэтому некоторые заказчики думают, что если они построят дом из доски естественной влажности и дадут ему высохнуть, то они получат сухой каркас за меньшие деньги. На самом деле это не так. Помните? Краилова ведет к попадалову. Дерево естественной влажности дает значительную усушку. Так, ширина доски в 100 мм после усушки может уменьшиться до 92 или даже 88 мм, то есть более чем на 10%. В результате дом приобретает значительное количество зазоров и щелей, через которые впоследствии будет уходить тепло. Когда речь идет о небольшом дачном доме, с этим еще можно смириться, так как теплопотери за пару дней загородного отдыха будут несущественными. Но если вы собираетесь строить дом для постоянного проживания, то выбирайте доску камерной сушки и будет вам счастье. Миф номер 6. Каркасный дом не дышит, в нем душно. Дело в том, что стены дышат только в том случае, если в них есть щели. Во всех остальных случаях стены по определению не дышат, из чего бы ни был построен дом. Даже если они сделаны из паропроницаемого материала, его паропропускная способность намного ниже, чем тот пар, который вы генерируете в процессе своей жизнедеятельности. Поэтому для комфортного проживания в обязательном порядке рекомендуется делать хотя бы простейшую систему пассивной вентиляции. И это касается не только каркасных домов. Миф номер 7. Каркасный дом некрасивый, подходит только для дачных проектов. Как говорится, спрос порождает предложение. Люди открывали для себя каркасную технологию, обладая бюджетом в 300 тысяч рублей. Естественно, за эти деньги получали самые примитивные шалаши, которые с дизайном не имеют ничего общего. На самом деле каркас – это каркас, скелет. А на него сверху может быть смонтировано все, что угодно. От шале до стиля хай-тек. На стенах можно монтировать как вагонку, так и гипсокартон для городских типов отделки. Как имитацию бревна, то есть блокхаус, так и штукатурный фасад. Вот вам вариант для особых ценителей прекрасного. Каркас ставится на монолитную ленту, и снаружи, по периметру, делается кирпичная кладка. Получается вообще полноценный кирпичный дом. Это все, что пожелаете. Миф номер 8. Каркасный дом шатается, полы ходят ходуном. Я часто слышу такой комментарий от заказчиков, которые бывали в выставочных домах других компаний, или в уже упомянутых выше домиках за 300 тысяч рублей. Естественно, там не идет речи о расчете нагрузок на межэтажные перекрытия. Туда просто кидается тонкая узкая доска, чтобы только обозначить видимость пола. А что с этим полом будет происходить дальше, никого не волнует. На самом деле, если перекрытие правильно рассчитано, то пол будет в меру жестким, и никакого батута наблюдаться не будет. Все просто. Миф номер 9. В каркасном доме плохая шумоизоляция. Этот миф частично относится к предыдущему и пересекается с ним. Ситуация похожая. Люди посещают дешевые или плохо сделанные дома, где в стенах полно щелей или шумоизоляции нет вовсе. На самом деле, минеральная вата, помимо теплоизоляции, также является превосходной шумоизоляцией. Например, в студии звукозаписи часто звукоизолируют именно минерал-ватными утеплителями. Именно поэтому грамотно утепленные межкомнатные перегородки прекрасно изолируют звук и создают комфортную среду для проживания. Обращайте на это внимание. Миф 10. Дом из бруса лучше, чем каркасный. Иногда обращающиеся к нам заказчики отдают предпочтение домам из профилированного бруса. И здесь их неизбежно постигает разочарование. Во-первых, перекрытие и кровля в брусовом доме все равно собираются по каркасной технологии. И тут их будут подстерегать те же проблемы, что и при строительстве некачественного каркасного дома. Батут вместо полов. Далее, брусовый дом подвержен очень сильной усадке и усушке. А в процессе брус может вести, будут появляться глубокие трещины. Поэтому приготовьтесь к долгой конопадке стен, которая будет составлять ваш досуг не один год. Кроме того, появляющиеся щели и зазоры приведут к необходимости дополнительно утеплять дом. А если вы установите окна раньше времени, то высока вероятность получить вообще лопнувшие стеклопакеты. Я сам был свидетелем таких явлений. Снаружи такой дом в итоге выглядит не очень презентабельно и обязательно потребует в скором времени нормальной чистовой отделки фасада. Все это оставляет меня в недоумении. По какой причине некоторые люди до сих пор считают брусовый дом лучше, чем каркасный? Мне это просто неизвестно. Ну вот мы с вами и разобрали наиболее часто встречающиеся мифы о каркасном строительстве. Ставьте лайк, если было полезно. Если я не разобрал какой-то важный, на ваш взгляд, вопрос, то пишите о нем в комментарии. Если таких вопросов наберется много, то, возможно, я запишу вторую часть подборки мифов о каркасном строительстве. Подписывайтесь на этот канал, здесь много полезной информации. Ну а с вами был Владимир Колосов, компания Колосов Хаус. Заходите к нам на сайт и увидимся на строительстве вашего дома. Всем пока!